Диета и образ жизни для профилактики рака и выживания. Прогнозируется, что распространенность рака продолжит расти, но хорошей новостью является то, что от 30 до 50 процентов наиболее распространенных видов рака можно предотвратить с помощью изменения рациона питания и образа жизни. Возьмем, к примеру, рак молочной железы. Наиболее распространенный диагноз рака внутренних органов у женщин в Соединенных Штатах и вторую по значимости причину смерти женщин от рака после рака легких. Но появляется все больше доказательств того, что заболеваемость раком молочной железы можно снизить при общем здоровом образе жизни, который включает высококачественную диету, состоящую из фруктов, овощей, цельного зерна и бобовых, таких как фасоль, горох, нут и чечевица. Большая приверженность диете в средиземноморском стиле была связана с более низким риском смертности от рака, включая меньшее количество случаев рака молочной железы. Анализ отдельных компонентов средиземноморской диеты показал, что защитные эффекты, по-видимому, в наибольшей степени связаны с употреблением большего количества фруктов, овощей и цельного зерна, что способствует появлению все большего числа доказательств того, что растительная диета является наиболее полезной для людей, перенесших рак молочной железы. Подождите, та же диета, которая может помочь вам предотвратить рак, может также помочь вам пережить рак? Это одна из десяти рекомендаций престижного американского института исследований рака. После постановки диагноза рака следуйте тем же рекомендациям по поддержанию здорового веса. Занимайтесь физическими упражнениями, придерживайтесь диеты, богатой четырьмя продуктами – цельными злаками, овощами, фруктами и бобовыми. Но ограничьте потребление фастфуда и переработанной еды. И ограничьте потребление мяса, газировки и алкоголя. Хорошо, но действительно ли соблюдение этих рекомендаций приводит к уменьшению количества случаев рака? Да, это существенно снизило риск тотального рака, предоставив убедительные доказательства того, что рекомендации по профилактике рака должны быть широко распространены в обществе. Примерно половина людей не справлялась с отделами здорового веса и физической активности, но более 90% не справлялись с потреблением достаточного количества растительной пищи или ограничивали потребление мяса и обработанной нездоровой еды. Но я предполагаю, что интерпретация стакана 10% заключается в том, что, учитывая, что многие люди не соответствуют рекомендациям, существует большой потенциал для профилактики рака. Что касается риска развития рака молочной железы, то у женщин, которые выполнили большинство из этих рекомендаций, риск развития рака молочной железы был лишь в два раза ниже по сравнению с женщинами, которые придерживались лишь парочки из них. Если бы вы могли выполнить только одну из этих рекомендаций, ограничение животной пищи, кажется, смогло бы вас защитить. Соблюдение рекомендаций также было связано с более высокой выживаемостью у онкологических больных, у которых уже был рак. Это также было верно для пожилых женщин, перенесших рак, большинство из которых страдали от рака молочной железы. Хорошим показателем потребления цельной растительной пищи являются пищевые волокна, поскольку они не содержатся в продуктах животного происхождения и истощаются, или полностью отсутствуют в обработанных пищевых продуктах. А более высокое потребление пищевых волокон было связано с 37% снижением риска смерти от всех причин вместе взятых и 28% снижением риска смерти конкретно от рака молочной железы среди выживших после рака молочной железы. И это не заняло много времени. На каждые 5 граммов увеличения потребления пищевых волокон в день риск смертности снижался примерно на 10%. Это примерно как чашка овсянки или брокколи, или же треть чашки фасоли. Диагноз рака может стать поучительным моментом для тех, кто пережил рак, чтобы внести позитивные изменения в свое поведение в отношении здоровья. Что еще более важно, более высокое потребление клетчатки может помочь предотвратить рак молочной железы в первую очередь. Да, клетчатка может помочь, непосредственно питая вашу хорошую кишечную флору, которая затем вырабатывает противовоспалительные соединения, или это может быть просто показателем общего потребления цельной растительной пищи. Соблюдение рекомендации по профилактике рака связано не только с более высокой выживаемостью онкологических больным и снижением риска смерти от рака, но и с более низким риском смерти в целом. В этом прелесть диеты, в большей степени основанной на растениях. Та же диета, которая борется с раком, также борется с болезнями сердца и даже, по-видимому, с заболеваниями легких. Вывод. Результаты этого исследования показывают, что соблюдение диеты для профилактики рака и рекомендаций по образу жизни может значительно увеличить продолжительность жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова